от всех на сегодняшнем вебинаре. Давайте в самом начале проверим связь, как меня видно, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Все, плюсы пошли, вижу, здорово, отлично. В самом начале представлюсь. Меня зовут Наталья Смирнова. Я менеджер проекта «Бизнес-модель 21 века». Здесь мы работаем вместе с супругом Алексеем Смирновым, представляем семейную пару. Давайте по традиции в самом начале проверим географию нашего проекта. Кто какой регион представляет. Я сама нахожусь в городе Чебоксары, Чувашская республика. Наверное, многие из вас знают. Все, пошли Татарстан, Хакасия, Козловка, Ибреси Чувашия. Здорово, спасибо за обратную связь. Кугеси. Отлично, то есть география у нас обширная. Это очень радует, да? Не локализовано в одной местности. Здорово. Сегодняшний вебинар посвящен теме «Успешные истории», семейные пары в проекте, как они развиваются, как они пришли в бизнес, что их вдохновляет, что ими движет. Все поделятся, сегодняшние участники, своей историей, дадут нам наставления, поделятся своим настроем на бизнес. И, конечно же, в самом начале мы поговорим немного о нашем проекте, что же он из себя представляет, да? Наверняка многие видели ролик, который я вначале включила, да? Наш проект, он является одним из разновидностей интернет-бизнеса. Ни для кого не секрет, да? Он не требует инвестиций, не требует больших вложений, и абсолютно он безрисковый. Согласитесь со мной, да? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Рост и развитие в данном проекте зависит только от трудолюбия, настойчивости и терпения каждого из вас. То есть от того, насколько серьезно вы настроены на получение результата в данном бизнесе, да? И данный проект, он абсолютно для всех. Все могут в нем участвовать, развиваться, да? Для кого же он? Конечно же, для всех слоев населения. Он для студентов, для молодых амбициозных людей, для молодых мам, которые находятся в декретном отпуске и ищут дополнительные условия для заработка, да? Для предпринимателей, для работающих по найму, для пенсионеров, абсолютно всех слоев населения. Каждый реализоваться в данном проекте и достичь больших результатов. Спасибо за обратную связь, Надежда. И что же нам дает, да, бизнес-модель 21 века? Слышат, видят, плюсики поставьте, пожалуйста, а я продолжу. Как я уже говорила, да? То есть рост и развитие в проекте зависит только от вас. Можно зарабатывать очень достойные деньги. В проекте сейчас я слайды загружу. И, конечно же, работа здесь у нас командная. За счет командной работы можно за небольшие сроки, да, выйти на достойный уровень вознаграждения. Так, слайды у меня чуть-чуть тормозят. Секундочку. Интернет подводит. Это, наверное, от вашей энергетики. Меня слышно здорово. Вот пробую открыть слайды. Чуть-чуть они у меня подвисли. Прошу прощения. Сейчас заново перезайду, потому что слайды не открываются. Прошу прощения. Прошу прощения. Так, все нормально. Слайды заработали. Надеюсь, вы меня также хорошо слышите. Здесь, конечно же, можно достичь быстрого результата. За счет чего? За счет, конечно же, командной работы, да. Здесь не бизнес-одиночек. Все мы здесь друг другу помогаем в росте и развитии. И это очень здорово. Конечно же, следующее преимущество в данном проекте – это возможность работы удаленно. То есть вы можете спокойно работать не только где-то в одном месте дома, например, да, или в офисе. Вы можете работать где угодно, где вы находитесь. Допустим, на даче, на отдыхе, куда бы вы ни поехали, вам нужен только доступ в интернет для того, чтобы вы могли в данном проекте работать. Это очень здорово. То есть можно поехать в любую страну, лежать под солнцем и работать. Здорово же, да? И, конечно же, здесь есть четкая система обучения. Обучение от успешных предпринимателей. То есть в любом бизнесе четкая система для обучения, да, для роста и развития. Все это у нас в проекте есть. И, конечно же, данный вид бизнеса можно передавать по-настоящему. То есть он является и семейным. И самое главное, что этот проект международный, можно его развивать в различных странах мира. И, конечно же, я хочу поделиться вначале результатами проекта. Проект наш молодой, да, чуть более года. Его запустили в октябре 2015 года. То есть в октябре 2016 года по результатам работы одного года следующие результаты. То есть эти цифры, конечно же, сейчас уже чуть изменились. Более двух месяцев прошло с этого момента. Но хочу я для вас их озвучить. Какие же они, да? 128 новых партнеров вышли на доход от 38 тысяч рублей и более. 64 новых партнера получили новые автомобили с автосалонов по программе софинансирования. На сегодняшний день эти цифры уже увеличились. То есть автомобильный парк в проекте, он пополняется с каждым месяцем. 110 партнеров участвовали в мега-конференции Кипр-Сочи. За 2016 год партнеры команды «Бизнес-модель 21 века» и программы «Удвоение» посетили такие страны, как Тунис, Таиланд, Кипр, Сочи. Это еще не все. Недавно наши партнеры съездили в Майами. Все наверняка видели прямое включение из Майами. Также предприниматели команды «Бизнес-модель 21 века» – участники Всероссийского конгресса предпринимателей в Санкт-Петербурге и Международного конгресса предпринимателей на Кипре. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Данные результаты вас радуют? Они достойные? Спасибо за обратную связь. Да, я тоже считаю, что это достойные результаты работы проекта. И это еще не все. Все на самом деле только развивается и растет. И сегодня у нас вебинар успешных историй о том, как развиваются в бизнесе семейные пары. В самом начале хочу немного рассказать о нашей семейной паре. Нас зовут Наталья Алексей Смирнова. Мы старшие менеджеры проекта. Находимся в открытой квалификации директора на данный момент. Как же мы пришли в проект? На самом деле в проект пришел в самом начале мой муж Алексей. Он сам изъявил желание. То есть его заинтересовала та движуха, которая происходила в Чебоксарах. То есть он во многих местах видел автомобили с логотипами бизнес-модель 21 века. То есть его знакомые тоже начали в данном проекте работать. То есть его постоянно, вот БМД мелькал у него перед глазами, он решил узнать, что же это такое. Он позвонил Эдуарду Васильеву, они знакомы были до этого. Узнал, что да как, чем они занимаются. И его привлекло, и он в тот же день зарегистрировался в проекте. А затем, придя домой, в тот же день он мне говорит, «Дорогая, я зарегистрировался в одном очень интересном проекте, очень крутой, очень хорошая возможность в нем. Давай паспорт, я научу тебя регистрировать партнеров». Вот так и все. И в этот же день я также вместе с ним вступила в команду бизнес-модель 21 века. Кем же мы являлись до проекта? Алексей до проекта и по сегодняшний день работает в одном из автосалонов города Чебоксар, ведущим специалистом. Я до проекта «Мама в декрете». До этого я работала менеджером банки. И по сегодняшний день являюсь «Мама в декрете». Мы воспитываем дочь Еву. И по мере того, конечно, сразу, когда мы зарегистрировались, мы еще не знали о всех тех возможностях, которые может нам дать проект. Но по мере того, как мы изучали информацию, параллельно уже сразу включились в работу, нас, в частности, меня и Алексея, конечно же, все эти возможности очень нам понравились. То есть шикарные возможности, оказывается, чего только невозможно достичь в проекте, кроме того, кроме дохода, который мы можем получить. Что же это такое? То есть здесь большая платформа для развития личного роста. То есть даже сейчас, проводя с вами вебинар, я развиваюсь. Я до этого никогда этим не звала на публику. Даже забыла, как делать вот эти презентации. То есть мне по работе это не нужно было. То есть я хочу сказать, что каждый для себя здесь найдет нишу для развития. И, конечно же, нас привлек выход на новый уровень доходов. Возможности в проекте на самом деле безграничны. Здесь можно приобрести финансовую свободу. Что же финансовая свобода? Конечно же, это свобода быть тем, кем есть мы на самом деле. И делать то, что мы действительно хотим делать в этой жизни. Конечно же, возможность путешествовать. С системой все включено в лучших курортах мира. Наверняка все уже убедились, что отдых, который организовывает компания «Партнер», он очень эксклюзивный. И отдыхая самостоятельно, мы не все могут себе позволить именно этот уровень отдыха. Это очень радует. Конечно же, привлек возможность строить семейный бизнес. Его можно передать по наследству. Можно работать вместе, вот как мы работаем, с семейной парой. То есть у нас один вектор движения возник, когда мы вступили в проект. То есть мы еще больше сплотились. Конечно же, мы познакомились со множеством людей. Также нас привлекло получение различных бонусов за активность и амбиции от компании «Партнера». Они сегодня выбивает закон подлости какой-то. И что самое главное здесь привлекло, это, конечно же, командный дух, который присутствует в проекте. Это, конечно же, слаженная четкая система работы наших наставников. И главное, мы теперь четко видим, какое будущее нас ждет в проекте. Потому что мы видим, как живут наши наставники и партнеры проекта. И это немаловажно. Видеть, знать, какое будущее ожидает. Какие достижения на сегодняшний день у нас в проекте? Я уже вначале сказала, мы открыли звание старшего директора. Надеюсь, вы меня слышите хорошо, да? Плюски поставьте, пожалуйста, параллельно, как слушаете. То есть находимся в открытой квалификации директора. То есть это только начало. Построили мы за это время, еще хочу сказать, то, что мы плотно начали работать в проекте где-то с конца июня. Построили за это время струю партнеров и покупателей свыше 400 человек, около 500. Каждый день, конечно же, она растет. Сформировали команду ключевых бизнес-партнеров. Радует то, что они также у нас каждым месяцем растут. Побывали в Казани, вот вы видите на слайдах, побывали в Казани на отчествование новых результатов за 2016 год. Он проходил в отеле Корстон. Мы первый раз посещали подобное мероприятие в рамках проекта. Нам очень понравилось. То есть очень вдохновились выступлениями уже партнеров, которые достигли результатов, да, которые стояли на сцене, получали чеки на различные суммы, да, в долларовом эквиваленте по курсу Центробанка. На самом деле, вот уже смотря на конкретные результаты, вдохновились еще больше. Далее супруг побывал, да, был приглашен на бизнес-завтрак с руководством компании в Казани. Он проходил в Казанском ипподроме. То есть Алексею очень все понравилось, как весь тот уровень проведения данного мероприятия, да, его также очень вдохновил. То есть руководство компании, партнера, да, нашего проекта, оно заинтересовано в нас и поощряет, очень хорошо поощряет. Далее мы побывали, были приглашены на новогодний банкет менеджеров, который прошел также в отеле Корстен в городе Казани. Было очень интересно, около тысячи приглашенных партнеров, была концертная программа, также приглашенное руководство компании, было, да, приглашенное руководство компании, которое российское, чествовали результаты, чеки, много было подарков, много именно пожеланий от уже сформировавшихся лидеров в проекте, да, очень вдохновили, все понравилось, был очень богатый стол, да, которым нас угощали, и была очень дружественная, на самом деле, атмосфера, очень позитивная. Далее, далее мы прошли курсы, навыки современного предпринимателя, которые проводили наши наставники, да. Наверняка многие из присутствующих на данном вебинаре там тоже были, да. Поставьте, пожалуйста, циферки один, кто прошел эти курсы. Курсы прошли на одно дыхание, они проходили как в режиме онлайн, так и оффлайн, то есть оффлайн и еще для дальних регионов в режиме трансляции, да, проходили. Я также, так как сижу с ребенком, все это проходило дома. Супруг, конечно же, непосредственно на курсах оффлайн присутствовал. Получили массу для себя навыков новых, именно практики много получили. Это очень ценно, и наша команда показала хороший рост, мы удостоились кубка. Спасибо большое команде, да, за слаженную четкую работу. И, конечно же, самое главное наше достижение в проекте на сегодняшний день – это наша дружная, амбициозная, очень трудолюбивая команда. Спасибо вам огромное, что вы у нас есть, то, что вы поверили в идею бизнеса, да, и начали в нем развиваться. Это самое главное. Спасибо вам огромное, мы очень гордимся вами. Вы у нас очень амбициозные, трудолюбивые и вообще самое-самое активное. И, конечно же, главное достижение – мы каждый день получаем какие-то новые навыки, да, это тоже для нас достижение. Это проведение вебинаров, планерок, презентации и все остальное, да, это все на самом деле является нашим достижением в проекте. И, конечно же, хочется поделиться нашей целью на 2017 год. Она очень амбициозная и даже сумасшедшая, мне кажется, да. По-другому смотрит Алексей именно нас. По всем поддерживаю. Что же это такое, да, бриллиантовое звание в нашем проекте? Что же оно может дать каждому из вас? Это, конечно же, доход более 250 тысяч рублей в месяц. Скажите, пожалуйста, вас вдохновляет такая сумма заработка в проекте? Кто хочет так же? Мы вот очень хотим, потому что, то есть, мы работаем не просто, чтобы получать деньги ради денег, да. Деньги – это только инструмент для того, чтобы реализовывать все мечты и желания на самом деле, да. То есть, они намного обширнее, не просто получение дохода. Конечно же, что нам еще дает бриллиантовое звание? Это единовременные ремнии, да, как раз-таки поощрение от компании-партнера за активность и амбиции. До суммы, да, при достижении бриллиантового звания, получая, может каждый получить 17,5 тысяч долларов, да, по мере прохождения всех званий до уровня бриллиантового директора. Это, конечно же, отдых за границей в лучших отелях мира, да, в лучших отелях мира до двух раз в год. Это получение возможности использовать программу автофинансирования, да, то есть, можно получить автомобиль стоимостью до 1,9 тысяч рублей. И, конечно же, вип-участие во всех мероприятиях, во всех конференциях, банкетах директоров. И самое главное – это стиль жизни, да, который может дать данное достижение – это хорошо работаю, хорошо отдыхаю. То есть, вы сами видели, да, как наши бриллиантовые директора и выше отдыхали в Майами, да, это совершенно новый уровень, на самом деле, отдыхни. То есть, поэтому это нас очень вдохновляет, на самом деле, все возможности, которые можно получить, достигнув звание бриллиантового директора. И, естественно, это не окончательная цель, это только рубеж между другими званиями, да. Вот, и, конечно же, что же мы хотим пожелать партнерам проекта команды «Бизнес-модель 21 века». Конечно же, в первую очередь, мы желаем всем мечтать. Мечтайте, напишите список желаний ваших, да, выберите самые основные из них, на ваш взгляд, которые вы хотите воплотить в жизнь в ближайший год, 2017, да, и пропишите план действий для их выполнения. То есть, только когда вы увидите четкую цель, четкий план действий, вы можете воплотить свои мечты в реальность. Конечно же, выполняйте функциональные задачи бизнес-партнера, да, в проекте на 100%. Не на 50, не на 80. Вот мне очень нравится высказывание нашего наставника Эдуарда Васильева. Вот что он говорит. Если вы хотите перепрыгнуть через пропасть, то вам нужно выполнить его на 100%. То есть, невозможно его перепрыгнуть на 50%, на 80%, на 90%, да. В этом случае вы просто-напросто не перепрыгнете его, вы провалитесь в пропасть. Поэтому выполняйте функциональные задачи на 100%. Конечно же, верьте в первую очередь в себя и в вашу команду. То есть, бизнес здесь не одиночек, а командный бизнес. Поэтому четко и системно работайте с командой. Сегодня вот выбивает. И желаю вам терпения, да, как и в нашем бизнесе. Терпения сегодня желаю от того, что меня постоянно выбивает. Потерпите чуть-чуть. И сейчас я хочу передать слово семейной паре Ирине и Сергею Игнатьевым. Они успешно развиваются в нашем проекте, являются ключевыми бизнес-партнерами нашей команды. Ирина и Сергей, я сейчас вас подключаю, приглашаю. Подключайтесь, пожалуйста. Так, все, я отключаюсь. Всем привет! Как нас слышно, как видно? Давайте под родителей проверим связь. Если слышно, видно хорошо, подставьте плюсики. Отлично. Ага, прекрасно, прекрасно. Слышно вас хорошо, замечательно, замечательно. Немного волнуюсь, бывает. Меня зовут Сергей, супругу мою зовут Ирина. Мы представляем семейную. Сергей и Ирине Игнатьевы. Кто я? На данный момент мы являемся менеджером проекта «Бизнес-модель 21 век». Также, кто я проекта и на сегодняшний день. Я работаю в медицине, на скорой помощи фельдшерам. Вот вы видите, пожалуйста, внимание на слайд. Также я работаю на стройке прорабом. В одной из фирм у нас, строительная компания в городе Чебоксары. Всем привет, я работник в банковской сфере, на данный момент нахожусь в декретном отпуске. У нас двое замечательных детей, дочка и сын. И как же мы пришли в данный проект? В один прекрасный день, мне позвонил мой друг, его зовут Алексей, мой наставник на данный момент. И сказал, Сергей говорит, привет, как у тебя дела? Я говорю, ну как дела? Дела, как обычно, говорю. Чем занимаешься? Я говорю, в принципе, ничем. Уже, наверное, время под вечер было. Давай, говорит, встретимся. Я говорю, для чего? Ну как для чего, говорит? У меня, говорит, работа хорошая. А я при каждом удобном случае, когда с ним встречался, всегда ему рассказывал, вот, говорю, Алексей, говорю, хочется такую работу найти достойную, говорю, и чтобы хорошо, говорю, зарабатывать, говорю, и не зависеть ни от кого, говорю, рано или поздно, я говорю, все равно, наверное, найдется. И, видимо, вот это он услышал, когда я к нему постоянно обращался. И вот, в один прекрасный день, видимо, решил позвонить ко мне. Позвонил ко мне, встретились, рассказал мне четко, грамотно все, и мне все понравилось. Я быстрее сел в машину, приехал домой, захожу домой, супруге говорю, давай паспорт, дальше супруга рассказывает. Вот, да, после этой встречи он весь приехал на эмоции, но мне ничего не говорил, я вижу, что есть заряженная энергия, да, и он мне сразу схода говорит, давай паспорт, надо быстрее, быстрее зарегистрироваться. То есть он мне сразу не объяснил, куда, что, зачем. И, соответственно, я ему паспорт свой не нашла, да, он нашел копию моего паспорта, то есть без моего ведома, можно сказать, зарегистрировал меня. И потом только уже объяснил, что вот так и так зарегистрировались мы в проекте «Бизнес-модель 21 века». В этом проекте я как бы так немножко слышала, да, то есть я знала, что данный проект связан с компанией «Арифлейм». И, то есть у меня тут уже тоже сыграли, так скажем, ассоциации, я ему сразу сказала, типа, ты вообще знаешь, куда пришел, это же «Арифлейм», то есть это же продажи, да, то есть у меня тоже были такие ассоциации, типа, и я ему начала говорить, вот, кому ты будешь продавать, как ты будешь вообще строить команду, что здесь нужно будет, даже если действительно можно как-то заработать, что здесь нужно работать там ни год, ни два, то есть больше, да, чтобы достичь каких-то результатов. Вот. То есть он мне сказал, что нет, здесь все по-другому. Ну ладно, думаю, вот. На следующий день мы посмотрели вебинар, то есть я уже тут смотрю, что здесь, так скажем, да, работа по-другому. Теперь я тоже как-то заинтересовалась, да, начала стоять, нужно смотреть какие-то видео, то есть в частности вот попалось видео, да, Эдуарда Васильева «Восемь видов дохода». То есть я тут поняла, что помимо продажи, да, то есть продажи – это не основной вид заработка, что здесь можно работать по-другому, да, можно заработать действительно реальные деньги, да, вот, да, и привлекли именно те преимущества, да, что здесь действительно можно работать не на продажу, что здесь идет именно организаторская работа, то есть выявили, что здесь есть также возможности личностного роста, то есть посещая вебинары, ты постоянно чему-то учишься, прочитали там тоже, да, ну не так много, но достаточное количество книг, да, то есть меняется, да, мышление твое, то есть это ты постоянно находишься, да, так скажем, в тонусе мозговом, да, вот. Также другим преимуществом то, что привлекло, да, изучив более подробно этот проект, да, является то, что этот бизнес является именно семейным, да, то есть впоследствии можно его передать по наследству, также привлекло то, что здесь есть автомобильная программа, да, также привлекло, что есть возможность участвовать в различных мероприятиях, да, конференциях, то есть знакомство с успешными людьми, и здесь вот тоже хочется сказать, да, по возможности тоже старайтесь посещать, да, вот эти парады успеха, большие встречи, да, вот для нас тоже было большим зарядом энергии, да, мотиватором, стимулятором, да, может быть, именно поездка в город Казань, да, навстречу большую, которая была в отеле Корстон, то есть мы там зарядились энергией, то есть увидели реальных людей, которые достигли каких-то достижений, да, успехов, то есть вот нас именно эта поездка еще более сильно, так скажем, да, потолкнула, замотивировала, то есть после этой поездки нам захотелось еще больше работать, вот, да, и какие же наши достижения, да, в данном проекте, на данный момент? Мы являемся менеджерами уровня выплата 15%, в нашей структуре уже на сегодняшний день более 250 человек, мы самостоятельно начали проводить вебинары, планерки, открыли еще дополнительные чаты, особенно открыли чат для новичков, новичкам очень нравится, мы являемся участниками программы удвоения, прошли курсы навыки современного предпринимательства, я очень рад, что мы все-таки прошли вот этот курс навыки современного предпринимательства, в этом году снова будут проходить такие курсы, ребята, я вам вот честное слово хочу сказать, без обмана, возможно, многие думают, что да, это все ерунда, нет, ребята, посещайте такие навыки, это садики не проходят, в школе никто об этом не рассказывает, в институтах тем более об этом никто не знает, тут только практика, ребята, еще раз подчеркиваю, только практика, будут проходить курсы еще раз, я еще раз буду посещать. Получили также свой именной сайт, были участники на различных мероприятиях и порадов успехов, вот когда я эту супругу подчеркнула, действительно, то туда съездим, то сюда съездим, то там поучаствуем, много вот там, заряжаешься от этого, энергетика прям прет, извиняюсь за выражение меня. Да, и вот хочется сказать, да, действительно, по возможности все-таки старайтесь посещать, пораду ехать, вот всякие встречи, то есть там действительно заряжаешься энергией, и есть возможность там, да, по, то есть, как сказать, то есть переняться опытом, да, вот, и наша цель на 2017 год, это, конечно же... Бриллиантовый директор, только бриллиант. Что такое бриллиантовый директор, я прекрасно знаю, может быть, среди нас еще есть люди, как мячки. Вкратце, вот, это доход более 250 тысяч рублей в месяц, единовременная премия 6 тысяч долларов, в то время, когда люди на обычных не получают премию, тысячи рублей, 500 рублей, два раза в год отдых за границей, автофинансирование стоя в мобиле миллион 900 и выше, вот моя мечта, или, или, наша супруга мечта, вот он, Мерседес, впереди буду сидеть за рулем я, супруга рядом, я, говорит, хочу, чтобы меня катали на таком Мерседесе, а детишки у нас будут сидеть сзади. Будем надеяться, что им такая большая машина понравится. Вот, также есть возможность, будет нас ожидать, когда мы становимся бриллиантными директорами, ВИП-участия во всех мероприятиях и так далее. Так, и, да, в завершение нашего времени хочется все-таки всем пожелать, да, как паром, так и, так скажем, не паром, кто в бизнесе пока что один, да, как-то все-таки, вот, действительно, да, вдвоем работать, да, на проекте намного легче, намного, да, и удобнее, то есть, мне кажется, результатов можно добиться намного быстрее, то есть, если у кого-то что-то не получается, да, мы поддерживаем друг друга, да, то есть, мы взаимозаменяем друг друга, поэтому хочется пожелать вам всем, да, поставить перед собой цель и, действительно, двигаться к этой цели, да, да, может быть, ну, даже будут трудности, будут какие-то препятствия, то есть, не нужно останавливаться, то есть, нужно двигаться всегда вперед и вперед, несмотря ни на что, вот, а вдвоем двигаться вперед намного легче. И помните, один за всех и все за одного. Вот, у нас все, всем пока. Всем всего доброго. Передаем дальше слово Таталье Смирновой. Спасибо огромное Ирине и Сергею, да, за то, что поделились своей историей, своим опытом. Очень понравились ваши слова, то, что действительно нужно посещать все вебинары, все обучающие программы, которые у нас тут есть, да, этому нигде не обучают ни в школах, ни в учебных заведениях, нигде. Спасибо большое за тот настрой и энергетику, которую вы нам передали. Спасибо огромное. Давайте всем поаплодируем, да, Ирине и Сергею. Дальше я хочу пригласить для выступления семейную пару Розалию и Альберта Резодиновых. Розалия, подключаю. Подключайся, пожалуйста. Подключайся, пожалуйста. Доброе утро, дорогие друзья. Так, скажите, пожалуйста, меня слышно, меня видно? Отлично. Итак, давайте поговорим о нашей паре. Познакомимся поближе. Я представляю семейную пару Резодиновых. Живем в городе Чебоксары. Меня зовут Розалия, как видите на фотографии. Я на самом деле мой супруг Альберт. К сожалению, сегодня Суперок не смог присутствовать на нашей встрече, поэтому договориться о нашей паре. Итак, кто мы за проектом? Я являюсь специалист по сопровождению корпоративных клиентов одной из крупных федеральных компаний в нашей Республике. А супруг является начальником отдела транспорта одного из ведущих предприятий города Чебоксары. Вообще, для чего мы пришли в этот проект? Знаете, друзья, в последние годы, наверное, года 3-4, я искала возможности для личностного роста, для создания именно семейного бизнеса. Но вот слово бизнес, это всегда со словом таким, надо донести большой капитал, нужны обычно все определенные хорошие финансовые знания. То есть не так-то легко и просто думать создать этот бизнес, но искала тем не менее возможности. И вот за это время я побывала на всевозможных мероприятиях, всевозможных презентациях различных компаний, различных, в том числе сетевых компаний, слушала очень много разных лидеров компаний. Но вот всегда что-то не совпадало, как-то не сходилось в одну точку. То, знаете, то презентация была настолько слишком вялая, какой-то человек был не уверен в своих словах, либо же, наоборот, такой надолевый был, очень слишком грубый, такой настойчивый, либо, знаете, был такой маркетинг-план, что даже вот взять его специально на неделю, я изучала, изучала, и вот и так могла до конца понять, что же здесь, к чему вообще. Насколько было мудрено и сложно в этом плане. И продукт иногда был, конечно, точно такой, как бы не совсем тоже, думаю, зачем это можно. И иногда требовалось при входе нести немалую такую, скажем, нехилую сумму денег. Иногда выходил до того, чтобы прийти в какой-то проект, нужно было почти 30-50 тысяч внести. Ну, если все, конечно, не подходило, это совершенно не соответствовало моим ожиданиям, представлению на бизнесе. Ну, знаете, в принципе, я не жалею, это все мой опыт. Именно благодаря этому, потому что я все это прошла, увидела, посмотрела со стороны, я поняла теперь, в каком же классном, в каком шикарном проекте мы работаем. Здесь не нужно никаких финансовых вложений, рисков нету, да, и самое главное, здесь тебя обучают этому бизнесу. И ты помогаешь своим людям, кроме этого. Есть такая фраза, все лучше познается сравнением. И вот еще, знаете, в жизни каждого человека случаются такие поворотные моменты, поворотные такие ключевые встречи, события, которые полностью переворачивают твою жизнь. Можно сказать, до и после. И вот в прошлом году я попала в такую необычную встречу с нашим великим, могу сказать слово, наставником, с Эдуардом Васильевым. Он проводил нам с супругом презентацию об этом бизнесе. Конечно, меня сразу, сразу, что привлекло, вот это хоризм, это уверенность в его словах у Эдуарда, уверенность в том, что он говорит в своем деле, что знает волей-неволей. Когда только человек-оператор видишь, начинаешь видеть то, что он говорит, и то, что это все настолько возможно и реально. Подряд, конечно, маркетинг-план. То, что он несложный, понятный. И самое надежное, важное, ключевое, то, что это командный проект. Тут работаешь ты не один под командой. Как мы знаем, он побеждает именно командные проекты. Вот этот дух команды, он заряжает очень сильно, он сильно мотивирует. Именно вот я тогда, когда послушала презентацию с Вайбером, когда мы с супругом послушали, он, конечно, сразу зарегистрировал, я, вначале я, ну, знаете, даже глаз перестала изучать, меня сразу включили в чаты Вайбера. Ну, видимо, настолько я долго искала эти возможности, что когда вот это все совпало, как ни странно, у меня как-то даже в голове такая мысль проникнула. Ну, видимо, так долго искала, что, чтобы и маркетинг был, он хороший продукт, и проект такой, и КамАЗа. И почему-то вот получилось так, что я просто на два с половиной месяца включилась, выпала, скажем так, из системы, но, тем не менее, всегда наблюдала какие-то страны. Спасибо огромное нашему наставнику, Алексею Смирнову, спасибо тебе большое. Хочу сказать сейчас в прямом эфире, да, то, что ты звонил, за то, что ты всегда держал меня в курсе событий, меня и супруга, то, что входит вообще в проекте, как все это растет, развивается вся шумиха. Было причем лето, у нас когда-то были командировки и поездки. Как показалось, я пока не до этого, я приеду-приеду, и все начну делать. И вот где-то какое-то, прошло два с половиной месяца, и мне что-то внутри такое, как тумблер, перещелкнуло, я поняла, нет, все, хватит, я смотрю, что все движется, все это работает, все это реально, все это, я думаю, я же вот это искала, зачем я тут буду спорить, надо начинать делать. И, в общем, я включилась в работу, а через пару месяцев в проект пришел и мой супруг, Альберт. Мы стали изучать, мы стали изучать, что очень так необычно для меня было, изучать книги по бизнесу, по личностному развитию. Знаете, иногда, сами вспомните, приходит супруг, ну, домой, да, с работы, и, ну, что, посидели, поели, да, там, потом кто-то сел за телевизор, кто-то там что-то здесь не занимается, а тут так интересно было наблюдать, он берет книгу и читает ее. Я еще не читала особо, а он читает книги. Это было, конечно, для меня очень таким необычным. И вот на это время еще как раз пришло такое событие, начался набор, набор на курсы навыки современного предпринимателя. И мы посидели, подумали и приняли сразу единое решение, что будем сходить в этот курс предпринимателя именно вместе. И каждое воскресенье ездили на курсы, изучали, вдохновлялись. Это, конечно, шикарные знания, отличные навыки и умения, поскольку я уже в своей жизни проходила различные тренинги, и как раз у меня есть чем сравнить. На самом деле это огромная практика, огромная теория, но там я очень много практики, практических навыков получаешь. Итак, с чего же мы достигли на сегодня, на сегодняшний день? Благодаря проекту в первую очередь появилось, конечно, много новых знаний, много новых навыков, умений. Мы выработали у себя новые привычки. То же самое заводить, например, ежедневник. Напишите, пожалуйста, плюсы, кто вот ведет, старается хотя бы каждый день ежедневник. Это было очень непривычно. Мне как вообще занимаются там бизнес, какие-то такие крупные начальники предприятия. Эдуард нас этому научил, ему огромное спасибо за это. на самом деле это очень сильно себя дисциплинирует на целый день. Спасибо большое за обратность здесь. И кроме этого стало меняться самое главное мышление. Мы стали понимать, что если мы чего-то на самом деле хотим достичь большого в этой жизни, надо действовать, надо меняться. И интересно этот проект еще знаете, чем? что твой поход напрямую зависит от именно твоего личностного роста, от твоей готовности меняться и обучаться и помогать, самое главное, другим людям также меняться и обучаться. Так, тут уже перешли, слайд, да, я все-таки немножко еще расскажу. На сегодня у нас в команде «Соболис Топарк» развиваем две команды. Наталья. Закончили мы курс «Навыки современных предпринимателей» вместе, получили сертификаты, побывали на всевозможных мероприятиях, парадах успеха со своей командой, начали формировать свою ключевую команду, научились, конечно, делать презентации, вебинары вести, тоже необычное, непривычное дело. И что я еще хочу сказать? Значит, какие наши цели? Наталья, можно на следующий слайд? Про цели. Ну, там мы такая, наверное, у многих амбициозная, у многих такая часто встречается цель, я слышу, мечта, это, конечно, путешествовать. Мы очень любим путешествовать с нашей семьей. Ага. Ну, к сожалению, как часто бывает, приходится ездить туда, не туда, куда хочется, а туда, куда хватает денег на этот момент. Хоть даже копишь, собираешь, но вот за границ не часто получается ездить. Поэтому хотим, конечно, побывать, особенно лично я, про тебя могу сказать, я очень люблю активный отдых и мне хочется побывать именно таких, скажем, в Европе, в виде города Европы. Кроме этого, у нас двое сыновей как было на наших других кадрах покажут, он имеет двое детей, волнует. Старше мы снова 15 лет, нашей дочери 6 лет, его сын очень сильно увлекается архитектурой. Он очень хорошо рисует здания, города, и я хочу ему нашу цель с ребятами, наша мечта показать ему не просто на картинке, на каких-то там слайдах или в телевизоре эти здания те же самые, а именно в живой, что он виден своими глазами. Естественно, конечно, мы хотим путешествовать не одни, не только с семьей, но и со своей командой, потому что это всегда интересно, это более ну это шикарно приехать в отель, не вдвоем, четвером, там пятером, а с такой большой главной дружной, сплоченной командой, своими друзьями, уже партнерами. У Ауди одна и такая цель есть, как у любого мужчины, хотя у нас есть автомобиль в семье иномарка, но вот когда-то была у нас в Ауди, и сейчас часто слышу разговоры тоже про эту машину, поэтому одна из целей это, конечно, получить в этом проекте красивое Ауди. поскольку у нас гейтер растут, особенно он 13 лет, ему скоро, он часто задумывается об своем образовании, уже говорит часто, где он будет учиться, где он хочет учиться. В нашем регионе, в нашей республике он совершенно не хочет поступать в такие учебные заведения, поэтому одна из целей это дать ему достойное, хорошее образование именно там, где он хочет. и еще поставили на 2017 концу 2016 года открыть звание бриллиантового директора. Звание бриллиантового директора именно к концу года осознанно и вполне реально. Что же я еще хочу сказать мои советы на этом ребята, друзья, верьте в себя, верьте в свое дело, то, что вы делаете и верьте в свою команду, в своих людей больше, чем пока они сами себя верят. И убирайте, расширяйте ограничения вот эти рамки, которые у нас бывают в головах, мыслях, что это не получится, что это жизнь другая, богатая, роскошная, достойная, любого человека на земле не для вас. Вот смотрите, у нас у всех в принципе в сутках 24 часа. У вас, у меня, у вашего соседа, у моего соседа, а у нас у всех утро, день, вечер, ночь. У всех одно солнце, то есть у всех разные возможности, к чему я веду. Но почему-то они достигают успеха, а другие нет. А все дело в том, что он умело и умело использовать свое время и действовать, прилагая к этому усилия. Надо постоянно, чтобы гарантир для вас выходить из зоны своего комфорта, идти по направлению к своей цели. Для этого ставить надо, конечно, четкую, конкретную цель. Вот я для себя определяю цель, как маяк. Маяк, который летит в кораблю. Я корабль, который идет на пролом к своей цели и поэтому никогда не придется в своего курса, потому что маяк всегда встретит, всегда манит к себе своим светом. И еще есть такое выражение, кто не знает, куда идет, вероятно, придет не туда. Да, Сергей, Мерседес, это здорово, конечно, прекрасно. Но мужчины, наверное, все в этом проекте хотят получить машины, обновить машины. Женщина может быть немножко целью, что у нас за рулем еще сидит. Что еще, ребята, могу сказать? Это здорово вообще на самом деле вызывать семейный бизнес. Пусть даже мой подкаст может наблюдать, как бы смотрится странно и не так может активно. Но я знаю, рано или поздно мы очень активно будем здесь развиваться. Это здорово, потому что у нас не 24 часа в сутках, а 48 часов в сутках на двоих. И если у кого-то пока супруг или супруг не пришли к вам словарных проектов, в коем случае не огорчайтесь. Он все это видит, если он вас ценит, если он вас любит, он всегда за вами придет. Дайте ему просто время, не наседайте на него, он будет с вами. Спасибо огромное за бронюшку. Все, всем пока. Спасибо большое, огромное, Розалия, вашей семье за то, что поделились вашей историей прихода в проект, поделились именно тем, что вас привлекло из-за вашего напутствия. Наверняка многие из вас узнали из себя в данном примере. Спасибо огромное. И далее я хочу предоставить слово семейной паре Алексею и Екатерине Даковым. Я подключаю Алексей. Так, подключайтесь, пожалуйста. Давайте поаплодируем Розалии, пока Алексей подключается. Всем привет. Как меня видно, как поставьте пожалуйста плюсики. Хочу вашу обратную двигать. Отлично. Я представляю семейную пару Алексея и Екатерина. Мы являемся менеджерами проекта «Бизнес-модель 21 века». Как мы пришли в проект и кто мы до проекта? Мы получается с супругой учились в одном высшем учебном заведении. Я чуть постарше получается. Далее мы работали на одном предприятии, начали общаться. Позже решили завести семью. Но получается мы корректировщики работающие на одном из ведущих предприятий нашего города. Что же нас заинтересовало в проекте? В проекте нас заинтересовали путешествия, шикарная автопрограмма, передача бизнеса по наследству и развитие личностных качеств. Ну вот вы видите на слайде после того как мы решили узаконить наши взаимоотношения у нас вскоре появился ребенок вот такое маленькое чудо которое зовут Виктория. как бы одним из приоритетов что нас заинтересовало в проекте это передача бизнеса по наследству именно нашей дочери. какие у нас достижения в проекте сейчас я являюсь менеджером уровня 12% в нашей команде порядка 130 партнеров и есть уже команда ключевых партнеров кто выполняет один из функционалов сделать 50 баллов это порядка 10 партнеров мы прошли курсы навыки современного предпринимателя также прошли веревочные курсы на слайде представлены партнеры нашей команды мы участвовали в различных мероприятиях в парадах успехов получали признание на сцене и получали подарки от наших наставников моим наставником является Алексей Смирнов который пригласил меня в проект я как обычно говорю случайности не случайно я покупал автомобиль у Алексея в 2013 году и спустя некоторое время заехал на ТО Алексей мне предложил встречу с нашими наставниками на Талли Эдуард Васильев Эдуард провел презентацию и я не задумываясь решил включиться в наш проект как же мы работаем сейчас сейчас я в основном провожу получается работу онлайн в соцсетях работаю в контакте ранее когда только вступил в проект я начал проводить сам встреча решил взять на себя ответственность так как имелся некий опыт работы в сетевом проекте и начал сам проводить презентации своим близким родным я считаю что одним из главных достижений в нашем проекте это то когда тебя поддерживают близкие и одним из моих ключевых партнеров является моя мама за что я большое спасибо вот на слайде вы видите что по результатам курсов науки современного предпринимателя у нас прошел шикарный банкет в ресторане Роланд были получены дипломы были получены приобретены навыки которые мы сейчас успешно применяем и будем обучать наших партнеров как мы сейчас еще работаем вводим планерки для нашей ключевой команды обучая наших партнеров тем наукам которые мы получили на данных курсах какие наши мечты и цели в проекте это получается открыть ближайшая цель это звание старшего менеджера выйти на уровень директора до конца года хоть я понимаю что это амбициозная и дерзкая цель нужно открыть звание бриллиантового директора и ворваться в бриллиантовую команду а ранее спикеры которые выступали они уже много раз говорили о преимуществах звания бриллиантового директора так что я считаю что не имеет смысла повторяться мое наставление партнером это четко выполнение функционала бизнес-партнера на 100% всегда быть на связи с наставником быть уверенным в себе и в компании партнере на 100% верить в себя и верить в своих партнеров даже если они пока сами в себя в себе не уверены будьте уверены в них и никогда 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 не сдаваться как говорил Уинстон Черчилль на на этом я думаю что у меня в принципе все всем спасибо за внимание передаю слово Наталье спасибо огромное семье Пятаковым Алексею Екатерине за то что поделились своим за то что поделились вашими мечтами спасибо огромное давайте поаплодируем Алексею и мне очень понравились вот его слова то что только выполнение четких функциональных задач приводит к результату полностью с этим согласна то есть только выполнение четких действий приводит к четким конкретным результатам и я хотела бы всем вам напомнить наши четкие конкретные функциональные задачи без которых разве в бизнесе и роста к сожалению не будет они не сложные простые приглашайте новых партнеров каждый день до минимум 3-4 часа в день 80% времени на это уделяйте от общего времени которое вы уделяете проекту и конечно же цель как минимум одна личная регистрация следующая функциональная задача делайте личный товарооборот привите культуру в вашей команде делать личный товарооборот в первые три дня каталога это касается ключевых партнеров конечно же обучайтесь посещать вебинары обучайте своих партнеров всему тому чему научились и конечно же активно удастывайте во всех чатах потому что когда вы находитесь в эпицентре всей этой движухи у вас всегда есть настрой для того чтобы добиваться больших результатов хочу поблагодарить всех сегодняшних спикеров за то что поделились ваши истории прихода в проект вашими мечтами вашими достижениями и хочу в завершение обратиться ко всем семейным парам которые работают в проекте по каким либо причинам если кого-то еще из супругов не поддерживает мужа жену либо наоборот я хочу именно обратиться к тем половинкам которые еще не поддерживают своих половинок найдите для себя время и найдите время побороть силы побороть лень для того чтобы изучить суть бизнеса потому что я уверена на 99% когда вы поймете суть бизнеса то чем здесь занимаемся какие результаты можно получить какие доходы здесь можно получить если вы суть всего этого поймете вы обязательно будете поддерживать их логинок и будете их наоборот наставлять и двигать вперед потому что на самом деле здесь мы уже все говорили командная работа но и ваша семья является командой частью командной работы поэтому выполнять все функциональные задачи на самом деле как вы работаете вместе с семьей в семейной паре намного легче то есть быстрее можно достигнуть результата на самом деле легче выполнять все функциональные задачи потому что просто-напросто можно разделить все эти моменты потому что у кого-то лучше получается проводить вебинары и делать презентации кому-то у кого-то из вашей семейной пары будет получаться легче проводить презентации оффлайн кому-то легче будет работать в соцсети поэтому соединив все ваши усилия навыки умения в паре можно достичь больших результатов и самое приятное это уже когда вы получили результат который хотели скажите ответьте пожалуйста приятнее будет все эти достижения прочувствовав и вложив все усилия это будет приятнее получать в семейной паре вместе либо кому-то по отдельности потому что та половинка которая не поддерживала она явно будет испытывать чувство вины в какой-то мере за то что не верила не помогала поэтому те кто работают в паре им я желаю работать так же сплоченно уверенно и уверенно идти к мечте спасибо всем огромное за то что были на сегодняшнем вебинаре за то что активно участвовали в чатах и многие из вас надеюсь будут присутствовать в 12 часов на встрече с нашими наставниками Натальей Эдуардом Васильевым в 12 часов начало гостиницы Чувашия а для дальних регионов будет проводиться онлайн трансляция всех вас там ждем спасибо большое то что были сегодня со мной и все вместе до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...